А я включил запись. Добрый вечер. Мы с вами продолжаем труднейшую тему псалмы царя Давида. И для этого всегда нужна помощь свыше. И мы помним, что и в сердце, и на устах мы обращаемся с молитвой ко Всевышнему, чтобы он нам дал понимание таких сложнейших аспектов, как песнь Давида. В прошлый раз мы с вами разбирали 139-й псалом он в каком-то смысле первый. Мы говорили с вами о том, что Давид, как пророк или как человек, одаренный божественным духом, он проникает в мысли людей, которые жили давно в далеком прошлом и доходит даже до Адама Решон, до первого человека. И здесь в момент творения представляется, в момент творения человека представляется и возникают все дальнейшие прекрасные моменты, замечательные и все проблемы. Мы видели, что главная проблема Адама – это желание его осознать самого себя. И для этого, как он понимает, ему нужно остаться одному, наедине, вдалеке от Всевышнего, так что Всевышний его не видел, а он постоянно ощущает божественное присутствие, пытается скрыться от него, куда я скроюсь от Духа твоего, говорит Адам, полечу ли я быстрее утренней зари, и тогда твоя одна рука ведет меня, другая за мною, ты знаешь все мысли, ты знаешь, когда я встану, когда я лягу, и он тяготится этим, и в общем, как мы с вами говорили, это тот мотив, тот, скажем, подсознательный момент, который приводит Адама к греху. Что я есть такое? Есть ли у меня своя воля? Есть ли у меня возможность проявить себя? Для чего я создан? Он есть и Всевышний, он постоянно со мною и как бы и снаружи, и внутри меня, и Давид начинает исправление этого греха, и он не тяготится присутствием Всевышнего, наоборот, он просит его, просит его, чтобы он вел его по жизни, тем путем, который Всевышний определил для него, чтобы он постоянно проверял его, заглядывал в самые его глубины души, проверял его совесть, как Давид говорит, проверял точки, и Давид говорит о том, что он ненавидит злодеев. И так мы поняли с вами проблему человека. Для того, чтобы осознать себя, почувствовать себя, человек хочет скрыться от Бога, и в этом есть колоссальная ошибка, как мы с вами говорили, что чем больше Бога, тем больше человека. Так устроен духовный мир. Он парадоксален. Чем больше раскрывается божественное присутствие, тем сильнее проявляется сущность человека, который создан как образ и подобие Всевышнего. Создан для диалога с Творцом, а не для того, чтобы прятаться и убегать от него. «Лотов, иот, адам, левадо, плохо быть человеку одному», сказано в Торе, и это сказано до того, как есть, скажем, какие-то проблемы. «Лотов, иот, адам, левадо, плохо быть человеку одному без Бога». И тогда Всевышний, как бы начинает решать проблемы, создает Адаму пару для того, чтобы Адам научился любить, и потом эта любовь, скажем, более такая земная, приземленная, она перенеслась на Всевышнего, и он установил отношения со Всевышним по любви, а не из страха. Давид свободен от всего этого, он стремится к раскрытию Божественного присутствия. Сегодня мы с вами посмотрим продолжение этой истории. Мы хорошо знаем с вами произведение Достоевского «Преступление и наказание», но в иудаизме как-то все-таки немножко строится по-другому. Не, в первую очередь, не «Преступление и наказание», а «Преступление и раскаяние», «Преступление и исправление». 92-й псалом – это как бы ответ на 139-й. 139-й – это проблема, как тяжело быть проблема Адама, не Давида. Давид, как бы наоборот, он стремится ко Всевышнему, стремится повсюду раскрыть его присутствия, проблема Адама, как тяжело быть со Всевышним, хочется спрятаться от него, и вот он, в конце концов, прячется от него. И Всевышний спрашивает Адама, «Аека, где ты?» И он говорит, «Я услышал голос твой и спрятался в деревьях сада». Естественно, что от Всевышнего нельзя спрятаться, но после греха Адам попадает в такой мир, то есть нужно сказать, что все время мы говорим об изгнании сада. Мы иногда видим картины, такие как картины Дюре, когда Адам и Ева идут куда-то, и кто-то их гонит, толкает спину, они якобы уходят из сада. Это не совсем так или совсем не так, потому что изгнание сада – это изменение мира вокруг Адама. Его мировосприятие меняется, и он не способен видеть ни тот первозданный свет, который Всевышний сотворил для его блага, ни то, как этот мир выглядел в этом первозданном свете, Адам уже не способен это воспринимать. И прежде всего, прежде всего Адам утрачивает свет. Сначала он Всевышний был, для него повсюду, как бы лучи бесконечного света проникали повсюду. После греха Адаму кажется, что Всевышний прогуливается по саду в духе дня, в ветре дня. В ветре дня все комментаторы говорят, что это движение солнца. То есть для Адама духовный мир начинает восприниматься не как свет, проникающий повсюду, связывающий напрямую с источником жизни, а как свет, который идет от солнца. Может быть, за солнечным светом он видит еще другой свет, но в любом случае как бы вот это понятие света или ощущение света для него сужается, для Адама. И мы знаем, что в тот момент, когда Адам согрешил, Всевышний спрятал первозданный свет. Он скрыл его от Адама и одно это как бы ощущение, то, что первозданный свет стал для Адама тяжелым, тяжелым испытанием, и оно дало ему очень много, очень много понять. И в общем-то, скрытие этого света привело Адама к раскаянию. Оно изменило, скрытие света изменило мир вокруг. По одному видится мир во первозданном свете, совсем по-другому он видится в солнечном свете. И божественное присутствие уже не ощущается повсюду. И Адам чувствует, ощущает, что вместо того, чтобы найти себя, он утратил себя. Он утратил себя не случайно. Всевышний спрашивает его, а где ты, Адам? Да, это не потому, что Всевышний его не видит, а потому, что Адама нет. Человек, спрятавшийся от Всевышнего, он утрачивает, он утрачивает себя. И Адам раскаивается. Медра Шаба говорит о том, что он становится в воду, которая дает ему почувствовать связь с тем первозданным садом, из которого он был изгнан. Изгнан, да? Момент воды. И как бы, может быть, он меньше поражен вот этим преступлением Адама, и он входит в воду, и он стоит в ней и мечтает соединиться с тем садом, который он утратил. И вот начинает приближаться субботний день. Мы помним, что Адам согрешил шестой день. И вот начинает приближаться субботний день, и Адам ощущает, что свет, первозданный свет, возвращается. Прощен ли он? Его раскаяние вернуло этот свет? Или это милость Всевышнего, который по милости в своей виде его страдания возвращает ему этот свет? Или это и то, и другое? И раскаяние, и милость. Он сейчас не думает об этом. Он ощущает этот свет и начинает петь песнь. Песнь субботнему дню. В этот момент давайте мы с вами откроем текст и попытаемся представить себе представить вот это раскаяние Адама. Так, тут Зум мне предлагает очень много всего. Большие буквы. Все у нас удобно. Тогда мы продолжаем. 92-й псалом. Мы видим с вами, что псалмы, они разбросаны. И для того, чтобы установить связь между ними, нужно проникнуть в их содержание. И вот 139-й псалом – это начало, это преступление Адама. 92-й псалом – это раскаяние. Мелодия, песнь. По-русски переведено на день субботний. Я не досмотрел, не поправил. А это мелодия, песнь дню субботним. Дню субботним. Медра Шохартов говорит, что Адам, почувствовав первозданный свет, его возвращение, может быть, не в такой степени, как он раньше озарял мир до преступления, но все же это другое ощущение, другое мироощущение. Надо сказать, что такое луч света. Луч света – это соединение с источником. Луч света, как мы хорошо знаем из физики, он несет в себе свойства источника. Соприкоснувший с лучом мы можем соприкоснуться с источником. Луч, как мы представляем себе, он не существует без источника. Луч нельзя спрятать в мешок. Ты закроешь мешок, и там не будет света. Луч – это прямая связь с источником. И вот первозданный свет, он возник раньше всего, и он не зависит от материи. Он действительно напрямую связывает с источником жизни неопосредованно через какие-то материальные моменты. Солнечный свет не так. Солнечный свет – это свет материальный. Наши мудрецы спорят. Но не в этом суть. Наверное, оставим эти споры мудрецов, а представим себе, что свет материальный, он является, по крайней мере, в какой-то степени несущим для духовного света. И даром на исходе субботы мы произносим благословение «Меорейга эш». «Света». Не свет, не «маор», а «эш». Опять же, здесь есть спор мудрецов, но не будем, скажем, это не занятие по Талмуду. Не «маор» гаэш, а «меорейга эш». «Света», то есть мы ожидаем, что свет солнечный или огонь зажженный, что он принесет с собой духовный свет. Как говорят в радиотехнике, несущая волна. И вот так материальный свет является несущей волной для духовного. И все же, конечно, духовный свет остается скрытым. Это не так, как первозданный свет, который напрямую связывает тебя с источником жизни. И вот, утратив этот свет, утратив прямую связь с источником жизни, Адам потерял благо, ощущение блага. Он ищет его, не искал его, и, как мы с вами говорили, вставал в воду и пытался и так, и сяк, как бы восстановить этот субботний свет после соприкосновения с первозданным светом. И вот суббота. И он ощущает этот свет. Может быть, не так, как раньше, но он ощущает его рядом. И он начинает петь песню субботнему дню. Как можно петь песню дню? Что такое день? День как раз это... И есть тот свет, тот свет этого дня, который приносит, дает ему свою особенность, дает ему силу. И для субботы вот этот свет, возвращающийся отблиз, скажем, первозданного света, это самое главное. И Адам, почувствовав, Адам, утративший благо, связь с источником жизни, не понявший, когда Всевышний сказал ему, лото бьет Адам, либо до плохо быть человеку, нехорошо быть человеку одному. Он это не понял. Когда свет скрылся, он понял это. И вот теперь он возвращается, и он поет песнь субботнему дню. Но мидраж на этом не заканчивается, и он говорит, что субботний день как бы ответил Адаму и сказал, мне ли ты будешь пить песню? Как можно петь песню дню? Песню поют Всевышнему за субботний день. Благодарение за субботний день. Песню поют Всевышнему, произносят благословение Всевышнему за приятный запах, за вкус, за свет. Произносят благословение Всевышнему. Что же ты мне поешь песню? Ты и я должны вместе петь песню Всевышнему. Как всегда, или очень часто, мы проскакиваем мидраж, и он красивый сам по себе, как стих, но стих все-таки тоже нужно понимать. И этот мидраж, он очень-очень глубокий. Адам сосредоточился на том, что возвращение первозданного света приблизило весь мир, приблизило, не сделало его таким же, но приблизило весь мир тому первозданному саду, в котором он находился. Одну из первозданного света приблизило весь мир к такому сотворенному Всевышнему саду, где человек ощущает благо, где повсюду ощущается присутствие Всевышнего. Опять же, может быть, не так сильно, как раньше, но оно есть. Суббота напомнила Адаму. Она ему сказала как бы так. Послушай, не только мир изменился, и вот сейчас он немного приблизился к тому, каким он был раньше. Ты изменился. Ты потерял часть души. Ты не заметил это. Ты обращаешь внимание на внешние изменения, на свет, который во внешнем мире. А свет, он не только пронизывает мир, он и в тебе. Свет – это твоя душа. Свет – это твоя прямая связь со Всевышним, с источником жизни. С источником жизни. И поэтому ты хочешь петь песню миру, которая приближается к первозданному саду? Нет. И мир, и ты. Мы вместе должны петь песню Всевышнему, источнику жизни, который дает благо. То есть благо возвращается к Адаму не только снаружи, но как бы и изнутри. Адам потерял не только внешний мир, но он потерял и мир внутренний. Не заметил. Всевышний спросил его, а Ека, где ты? Это не ты. Ты утратил основную часть души. Это же не ты. А Ека, где ты, Адам? Он потерял себя и не заметил. И вот сейчас свет возвращается и во внешний мир, и он возвращается к тебе, Адам. И мы вместе как бы в субботний день и ты, мы должны сказать песню Всевышнему, источнику жизни, который дает нам, который дает тебе это благо. Как бы и снаружи, и внутри. То есть человек, если так можно сказать, он воспринимает во внешнем мире то, что есть в нем в самом, потому что он знает в себе самому, то, что он развил в себе самому. И если бы Всевышний не вернул тебе по крайней мере в какой-то степени самого себя часть души, ты бы не ощутил субботний день. Ты бы не ощутил субботний день. Не сморщил ее, ваша бы, песнь субботнему дню, тому ощущению, которое дает этот субботний день приближения к саду. Почему? Потому что и в тебя возвращается та душа, которую ты ты утратил, когда отдалился от Всевышнего. И здесь есть совершенно потрясающий момент, когда галаха, философия и наш текст соединяются вместе. Только послушайте, только представьте себе. Закон говорит о том, что когда заключается брак, произносится благословение для новой пары, они произносятся, как мы знаем, семь дней подряд, устраивается трапеза, говорится, благословение для пары. условием произносения благословений по галахе является то, чтобы присутствовало новое лицо. То есть человек, который еще не слышал благословений для этой пары. Вот девять уже были на предыдущей трапезе, не слышали благословения для этой пары. Семь благословений замечательных, прекрасных. Один должен быть новым, который еще не слышал благословений для этой пары. И Тесофот здесь Добавляют и говорят, что в субботу это требование лишнее, необязательное. Почему? Потому что все новые лица, все новые лица. В субботу не только мир вокруг нас преображается, но преображается и человек. И если бы это не происходило, он бы не мог ощутить преображение мира вокруг. И вот очень бы хотелось, чтобы мы действительно почувствовали этот момент Атама, который утратил свет. И вот он получает какой-то его отблеск и понимает какое-то великое благо. И вдруг он осознает. И мир вокруг помогает ему осознать, что он ведь утратил не только свет снаружи, не только вот этот свет, который пробивается к нему через внешний мир. Он утратил свет и в своей душе. И вот субботу это и наружный, и как бы свет внешний, и внутренний возвращаются к нему. Что же говорит Адам? Адам говорит слова. Адам говорит слова раскаяния. Это возвращение света приводит его к настоящему раскаянию, пониманию. И вот он говорит слова, слова раскаяния. Какие слова раскаяния? Не то, что я сделал плохо. Извини меня. Прости меня. Я больше так никогда не буду. Плохо скрываться от твоего лица. Человек ничего не найдет, если он убегает от Всевышнего. Нет, он говорит, нет. Он говорит квинтэссенцию раскаяния. Раскаяния – это понимание, глубочайшее понимание того, что ты сделал. И как бы поднятие на такой уровень, когда ты больше это не сделаешь. Осознание того, что это плохо, и ты это не сделаешь никогда. И вот Адам говорит. Хорошо славить Бога. Только вслушайте известные слова. Давайте постараемся их понять. Хорошо славить Бога. Что значит хорошо славить Бога? Хорошо славить Бога? Само по себе восхваление Всевышнего, оно является благом. Адам хотел убежать от Всевышнего и считал, что ему со Всевышним плохо. Теперь он говорит, хорошо хвалить Всевышнего. Благо. Благо для человека хвалить Всевышнего. Но что же это значит все-таки, понимаете? Да, речь не идет о том, чтобы произносить бесконечно словами хвалу Всевышнего. Может быть, это тоже хорошо. Не знаю, как молитва. Но здесь речь немножко от рук. Хорошо, когда человек благодарит Всевышнего глубоко, от всей души. Он понимает, какое же благо дал ему Всевышний. Он понимает, какое же это благо приближения ко Всевышнему. И когда и каждый раз, когда он понимает, когда он показывает свою способность понять, когда он показывает свою способность не оттолкнуть тот дар, который ему дается, ему дается еще больше. Чем больше хвалишь, тем больше дается. Но опять же, речь не идет о повторении хвалы устами. А речь идет о глубоком осознании того, что Всевышний приблизил тебя к себе. И в этом благо, величайшее благо. Ты ищешь этот свет, который напрямую связывает тебя со Всевышним. Ты не отталкиваешь его, ты хочешь его больше и больше. Ты уже не чувствуешь, что тебе плохо со Всевышним, что ты теряешь себя, когда ты приближаешься ко Всевышнему. Ты наоборот, наоборот, ты ощущаешь благо и благодаришь Всевышнего. А благодарность – это как сосуд. Благодарность – как сосуд, как подставные руки. И даже ты не успеваешь еще попросить, тебе дается больше и больше. Благодарность – сама по себе благодарность приближает тебя ко Всевышнему. Здесь можно вспомнить строчку из Ишаяву, из пророка из Ишаяву, которая многих очень часто запутывает, вводит заблуждение. Мы в молитве утренней всегда произносим «Юцерор ворэхошэ». Всевышний сформировал свет и сотворил темноту. Усэшалом он делает мир у ворэра и творит зло. Анигашэм усэ кольк эли. Всевышний говорит «Я Бог, который делает все это». Из этого часто горе-философы заключают, делают вывод, что Всевышний творит зло. Никакое зло Всевышний не творит. Эти строчки Ишаяву, они направлены, они как предупреждение сыновьям Израиля, которые уйдут в изгнание и окажутся среди народов мира, которые не могут понять, что есть только один источник, и это источник блага. Они не могут это понять. И поэтому он им говорит «Знайте, что если народы мира вам будут…» И, кстати, это, скажем, не один из народов мира не пришел к этому восприятию, которое есть у нас, что есть только один источник, он источник блага. Народы мира всегда делят мир на добрые силы и злые силы. Всегда, без исключения. Даже, скажем, и христианство, и ислам, которые сделали попытку представить Всевышнего как единого и абсолютного, они как бы в подсознании своем, они держат, что есть сила зла. Есть некоторый сатан, ангел зла, с которым они борются. И этим самым уже показывают, что они не монотеисты. И вот здесь есть два начала. Как у Заратустра или как у персидских представлениях, что есть как бы две силы, которые как бы играют в шахматы, белая сила и черная сила и так далее. Ни один народ не может прийти к такому представлению, что от Всевышнего исходит только благо. Это откуда же берется в мире то, что мы воспринимаем как зло? Только от нашего мира восприятия. Как мы видели, Адам захотел скрыться от Всевышнего, и мир стал таким вокруг него, что он смог скрыться от Всевышнего. Можете сказать, что ему показалось, а можно сказать, что действительно мир стал таким, что он скрылся от Всевышнего и ушел от блага. И ему стало плохо. Это Всевышний сотворил это зло? Нет. И это, скажем, да, это удаление, это как бы это зло, оно моментально привело Адама к осознанию, что такое благо, и раскрыло для него, может быть, еще большее благо, или, по крайней мере, он понял, что такое благо еще больше и полнее, чем до своего проступка. То есть нету зла как такового. Зло – это отражение, вот скажем, желания человека, его устремлений. Всевышний строит мир таким образом, как человек его хочет видеть. Хочет скрыться от прямой связи со Всевышним, от первоназванного света, пожалуйста, он скроется. И тем более, или кроме того, зло – оно не абсолютно. Зло всегда является причиной раскрытия еще большего блага. Как говорят наши мудрецы в трактате Баумицея, падение ради приближения. Иереда лицорых Илья. Падение во имя приближения. Вот здесь можно много говорить и привести прекрасных образов, но в любом случае это наша вера. Есть один источник, раз он один – это источник блага. И вот Адам, осознав то, что ему сказал в субботний день, или можно не понимать так буквально, что в субботний день обращается и говорит что-то к нему, это ступени осознания Адамом произошедшего с его преступления и ступени возвращения ко Всевышнему. И вот он говорит, хорошо славить Бога и воспевать имя твое высокое. Хорошо благодарить, на самом деле я бы сказал, хорошо благодарить Бога и воспевать имя твое высокое. Имя, оно уже как-то немножко скрывает. Когда ты говоришь с кем-то, то тебе не обязательно называть его по имени, ты не называешь его по имени, ты говоришь ему «ты», ты, тот, кто стоит перед тобой, ты не будешь называть его по имени. Когда появляется имя, это уже какое-то отдаление и скрытие. И Адам говорит, что человек не может посидеть все, он не может постоянно находиться в лучах света Всевышнего. Есть моменты, то, что и с ним произошло, когда он несколько отдаляется, и тогда, как бы Всевышний отдаляется, у него появляется имя. И хорошо славить Бога, благо, благодарить Бога и благо воспевать его имя, когда даже ты отдалился, ты воспеваешь его имя. Имя, которое само по себе указывает на благо, на великое благо Всевышнего, на то, что он источник, на то, что он источник блага, даже когда ты несколько отдаляешься. Рассказывать утром о милости твоей и о верности твоей ночью. Утром – это образ как бы тоже. Мы понимаем, что утром, когда светлое время, все видно, все ты понимаешь, это время понимания или состояние понимания. И тогда ты говоришь о милости Всевышнего, потому что ты понимаешь, что все пронизано милостью Всевышнего. Ночью не все понятно, не все ясно. Но ты знаешь, что Всевышний обещал тебе раскрытие блага, полное раскрытие блага, и ты рассказываешь о его верности, о том, что он хранит свои обещания и никогда не изменяет своему слову. И дальше тоже интересный момент. Адам продолжает и говорит, а может быть здесь плетаются слова Давида, уже невозможно это разобрать, как бы разделить мысли Адама и мысли Давида. И вот здесь говорится на десятиструнном инструменте и на арфе мелодии на кеноре. То есть хорошо рассказывать о милости твоей и играть на инструментах. Есть и сеструнный инструмент, есть арфа, который называется небель, и есть скинор, как сегодня говорят, скрипка. Мы представляем себе, конечно, что все эти названия не случайны, они перекликаются с тем, что только что сказал Адам, десятиструнный инструмент, ассор. мы понимаем, что он выражает какое-то высокое состояние, высокое состояние человека. Та мелодия, которая идет, как бы входит в мир, когда кто-либо играет на десятиструнном инструменте, тоже можно не воспринимать это буквально, но это образ. Естеструнный инструмент – это когда есть и понимание, и чувство. Можем представить себя, воспользоваться инструментом нашей философии, что вот есть как бы десять свойств души человека, три из них относятся к пониманию, семь относятся больше к миру, к чувственному восприятию. И вот десятиструнный инструмент он выражает, когда переплетение и понимание, и ощущение. Ты ощущаешь, и ты понимаешь. Понимаешь четко, откуда исходит это благо. Это благое ощущение, которое есть у тебя. У тебя, и ты понимаешь, что в нем нету ценности, в этом ощущении блага, если нету прямой связи с источником. То есть ты понимаешь, понимаешь и единство Всевышнего, и то, что он благо, и то, что от него исходит только благо. И ты ощущаешь это благо, как говорят всеми фибрами своей души, благо, исходящее от Всевышнего. Это десятиструнный инструмент как образ. Невель – это семиструнная арфа, скажем, семиструнный инструмент. Он, само слово Невель, указывает на какую-то, скажем, ущербность, недостаточность. Но Вэль – это то, что вянет, увитает, то, что оторвано от источника жизни. И вот не полностью, может быть, но недостаточно у него жизненных сил. И на таком инструменте тоже хорошо хвалить, играть и хвалить Всевышнего. То есть даже когда у тебя, скажем, нету высокого понимания и источника, и единства этого источника, и его благо, но у тебя есть ощущение, и ты стремишься понять. Вот это образ Невель, семиструнного инструмента, в котором есть определенный недостаток. Олеги Гайон, Бехинор и мелодии на Кеноре. Кенор, как мы с вами говорили, это инструмент, который имеет форму сердца. Сердце, через которое, скажем, приходят жизненные силы к человеку сердца, через которое, если так можно образно сказать, душа связывается с материальным миром. То есть, скажем, еще более приближенный к материальному миру аспект души, уровень души. И когда у тебя уже нету четкого понимания, даже нету четкого понимания и нету четкого ощущения божественного присутствия, но ты сердцем как бы издалека чувствуешь его, и тогда хорошо благодарить Всевышнего. Вот это три как бы степени инструмента, уровня инструмента, десятиструнный, семиструнный и Кенор в форме сердца. Посмотрим, что у нас происходит дальше. Что у нас происходит дальше. Мы с вами добрались до четвертого. Сейчас пытаюсь. И вот у нас пятый стих 92-го псалма. «Потому что возвеселил ты меня, Бог, деянием твоим, дела рук твоих воспою». Человек воспринимает то, что происходит, то, что воспроисходит вокруг, да и все творение, то, что воспроисходит вокруг, как деяние, как деяние Бога, и это дает ему радость. Это дает ему веселье, веселье сердца. Не я делаю, не я делаю, ты делаешь. Это ощущение человека, это то ощущение, к которому возвращается, не возвращается Адам. Все это деяние рук, все это деяние рук Всевышнего, и мне это не тяжело, мне наоборот, вот это радостно, что все, все, все сделал Всевышний, а я что? А я, допустим, сделан, чтобы это созерцать, а я сделан, чтобы это воспринимать, а я сделан, чтобы увидеть красоту всех его деяний, величий, его творения, и мне это радостно. Я не завидуем, не конкурируем, как змей сказал Адаму и Хаве. Да, вы поешьте от этого плода, потому что от этого плода ел Всесильный и сотворил мир. О, он творец, он сотворил мир, а я кто такой? А я хочу быть как он, хочу быть равным ему, я, может быть, хочу быть даже выше его. Это мысль змея. Здесь мысль другая, здесь мысль другая. Я рад тому, что сделал Всевышний. Я рад как воспринимающий, не вторгающийся в его дела, я рад как воспринимающий тому, что он сделал. Моя задача не разрушить этот мир, моя задача преобразовывать его, как сказано, что человек сотворен до в шумра, чтобы работать в этом саду и хранить его. Это моя задача. Зачем я буду конкурировать с Всевышним? Есть очень интересный у нас метраж, который рассказывает нам о том, метраж в «Береши Траба», который рассказывает о том, что сначала Всевышний сотворил Луну, равной Солнцу, но Луна спросила, как могут быть два царя в одной короне. Тогда Всевышний сказал ей, ну, раз так ты говоришь, пойди ты и уменьши себя. С одной стороны забавный рассказ, а с другой стороны рассказ очень глубокий. Мир может быть построен по принципу конкуренции, когда каждый хочет быть лучше другого, каждый хочет доказать себя. и мир может быть построен по принципу мира и спокойствия, когда никто ничего никому не доказывает, не навязывает, ни с кем не конкурирует, он просто сам такой, как он и есть. И мы видим, конечно, вот это уменьшение, конечно, это уменьшение Луны в метраше, это не физическое выкраивание Луны или отрезание от нее кусков, это рассказ о том, что весь мир, как он творится, он отражает те аспекты, те элементы, которые будут в человеке, войдут в человека, как бы мир, человек является микромиром, а вокруг него макромир, и он как бы вбирает в себя весь этот мир, и вот как бы Медраж говорит о том, что Всевышний когда творил мир, он как бы в мыслях его хотел бы, чтобы не было никакой конкуренции, особенно между ним и человеком не было никакого ощущения человеком своей ущербности, вот и желание быть как Бог, равным Богу, хотел бы, чтобы этого не было, но при этом такая опасность, она всегда существует, и не обязательно только равным Богу, но и конкуренция между людьми, так есть мир соревнований, и есть мир мира, когда каждый знает свою ценность, и у каждого есть связь со Всевышним, и вот здесь в этих словах это выражено, потому что возвеселил ты меня, Бог, деяниями своими, ты делаешь, я рад, не то, что раньше, я хотел делать, я хотел быть, я хотел проявить себя, никакой, никакой зависти, никакой конкуренции, дела рук твоих воспою, деяния, это когда рука Всевышнего еще так четко не ощущается, не ощущается, а дела рук, когда я знаю, что твоя рука, она ведет этот мир, две-таки степени проявления божественного присутствия Творца. Как возвышены дела твои, Бог, глубоки мысли твои. То есть, конечно, человек не может понять замысла Всевышнего, всего замысла Всевышнего. И Адам говорит об этом. Магаду Мацеиха Хашем Меодам Кума Хашватейха Как велики возвышены дела твои, Бог, и глубоки мысли твои, есть у тебя замысел. Мы понимаем, что замысел творения мира очень трудно постичь. Да и дела Всевышнего, то, что происходит в мире, куда все клонится, куда ведет, это очень трудно постичь. Человек невежественный, не знает, и глупец не понимает этого. Чего он не понимает? возвышенности дел Всевышнего и особенно глубины замысла Всевышнего. Ему кажется, что он может все постичь, ему кажется, что он может все рассудить, обсудить, он сможет сделать все правильно, как бы еще лучше, чем сделал Всевышний, все преобразовать. Это признак такого признак невежественности. Мы помним с вами, например, Лаплас, когда он показывал Наполеону, как устроен мир по его представлению, то Наполеон его долго слушал, потом спросил, а где же здесь в вашей схеме присутствует Всевышний? На что Лаплас ответил Наполеону, что в Сир моя схема не нуждается во Всевышнем. Это невежество. Это представление человека о том, что он может все понять, все может постичь, все может сам организовать и сделать еще лучше, чем Всевышний. Нет, человек не понимает ни величия ее творца, ни глубины его замыслов, что у всего есть, что не все просто крутится и вращается, как планеты, как шарики один вокруг другого за счет силы притяжения, что во всем есть смысл. Во всем есть смысл. и во всем есть цель, цель, которую, может быть, очень трудно постичь. Если говорить о поиске цели, надо было говорить о книге сына царя Давида, о Шламо, о Кагерите. И там мы понимаем, что очень трудно найти цель, цель существования. Но если цель скрыта, если человек ее не постигает, это не значит, что цели нету. Только неверсный человек может подумать, что все крутится просто на каком-то автомате. Только глупец может представить себе это. и дальше Адам говорит в общем-то неожиданную фразу. Когда разрастаются нечестивые, как трава, и процветают все творящие беззакония, это для того, чтобы истреблены были навеки. цель творения очень трудно уловить, цель творения очень трудно постичь. Адам выходит на какой-то определенный уровень своего понимания и дает его нам, и высказывает его нам, и говорит о том, что Всевышний скрывает себя для того, чтобы проверить человека. Для того, чтобы проверить человека, аспект вскрытия в мире, вскрытия лица, вскрытия Всевышнего, он существует для того, чтобы проверить, кто праведен, у кого есть истинная любовь, у кого есть истинные стремления ко Всевышнему, а у кого вдруг прорывается радость такая, что Всевышний скрыл себя, и теперь Теперь можно делать что угодно, что хочешь, творить что угодно, творить беззаконие. Так Адам понимает главный путь истории, главную линию истории, что Всевышний иногда скрывает себя от человека. И тогда, в периоды скрытия, некоторые люди возвращаются с раскаяния, с любовью, возвращаются ко Всевышнему, как Адам, который почувствовал, как ему плохо, а некоторые люди, у которых испорченная душа до глубины души, они творят беззаконие, как им кажется, безнаказанно. Тогда злодеи, как трава, она начинает буйно, быстро расти, но они как трава, она же, она высохнет быстро. И выглядывают, как бутоны растений, все, кто творят злодейство. Зачем? Для того, чтобы уничтожить, для того, чтобы проявилась эта глубина души нечистая, и она была уничтожена. Так Адам понимает для себя главный путь истории. «А ты, Бог, возвышен во веки, ты высок, ты не творишь зло, оно не исходит от тебя, ибо вот враги твои, Бог, ибо вот враги твои пропадут, рассеются все творящие беззаконие». То есть они появятся, как трава, и исчезнут. То, что для нас, может быть, здесь особо интересно. Дело в том, что великий принцип, что духовность, она объединяет людей, а материя, или, можно сказать, бездуховность, она людей разъединяет. Так же, как живой организм. Есть душа, и она превращает человека, или, скажем, его тело превращает в живой организм. Все действует вместе, слаженно, стоит душе уйти, не дай бог, и как все рассыпается на отдельные части. Бездуховность, она всегда рассыпается. Это тот механизм, скажем, естественное правило, которое действует в мире, так же, как законы Ньютона, пятый закон механики. Зло не может восторжествовать, оно бездуховное, и оно сталкивается друг с другом и рассыпается. Осыпается между злодеями, которые объединяются для того, чтобы творить злодейство. Существуют какие-то договоры, какие-то связывающие силы, общие планы. Не нужно пугаться, они передерутся друг с другом, рассыпятся, потому что у них нет высокой духовной цели, которая вывела их куда-нибудь. И вознес ты, как рог рээма, рог мой умощен, я и леем свежим. И Адам видит себя как праведника. Или как человека, который все понял и устремился ко Всевышнему, то, что называется баль-шува, человек раскаивающийся. И он, рог, мы знаем, он был в древнем мире символом и силы, и могущества. И вот рээм – это вот такое животное. У него очень высокие рога. Я, к сожалению, я не взял картинку, не заметил, рога у него очень высокие. И Адам говорит, что мой рог высок, как у рээма. Понятно, что он хочет сказать, что его сила и не только, и даже, может быть, не столько физическая, как духовная сила. Рог мой, как рог рээма, умощен, я и леем свежим. И елей, особенно в псалмах, оливковое масло – это символ благословения, с которым мы еще не раз встретимся. То есть Адам хочет сказать, ты мне дал и собственные силы, как мой рог, и ты постоянно даешь мне благословение, которое как бы стекает, исходит ко мне свыше. «И видел глаз мой, как пали враги мои, у восстающих на меня злодеев слышали уши мои». У праведника есть уверенность, что придет момент, когда он увидит падение злодеев или услышит об их кончине, о том, что они утратили силы. «Праведник, как пальма, расцветает, как кедр в Ливаноне, воздысится». Мы видим, что постоянно здесь пересекаются разные образы. И вот Адам сравнивает праведника и с пальмой, и с кедром. Совершенно разные деревья, совершенно разными свойствами. Пальма, Тамар, Кимрон – это устремленность вверх, поднятие вверх. Пальма, она прямая, предельно поднимается вверх, у нее нет листьев, она отбрасывает листья, которые идут в стороны. Это образ устремленности сердца праведника ко Всевышнему, его стремление подняться и возвыситься в мир. Но с другой стороны, праведник, он как кедр, который разбрасывает свои ветки. И в его тени находятся существа, которые, скажем, ищут у него защиту. И то, и другое. И пальму, устреленную вверх, и кедр, который разбрасывает свои ветки широко и дает защиту другим. И это праведник, насажденный в доме Бога, во дворах всесильного нашего, расцветут они. Насажденный в доме Бога, то есть Адам или Давид сравнивает праведника с тем, у кого корни в храме, в том месте, из которого был, в храме, который стоит на том месте, где был сотворен Адам. И там как бы соединение с источником жизни, оттуда источник всех благословений. Там корни праведника, а ветви его, они выходят во дворы храма. Для тех ветви его уходят во дворы храма, и там он дает плоды, как бы торгу и науку, и ощущение близости ко Всевышнему, всем тем, кто еще не пустил свои корни в самом храме. Здесь я останавливаюсь для того, чтобы обсудить с вами все, что мы наговорили. Одну секунду, я делаю стоп-ши-а, и я, пожалуйста, готов попытаться ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что мы ощущаем глубину этого текста. Обычно псалмы принято читать, как молитвы говорят, что хорошо читать псалмы, даже когда ты не понимаешь текста, не то, что все его глубины. Хорошо читают псалмы, это действительно, и понятно, что привязанность к пророческому тексту, к тексту, который был написан под влиянием Божественного Духа, это замечательно и прекрасно. Но ведь в миллион раз сильнее, когда мы понимаем, так сказать, мысли автора и произносим слова, проникаясь этой глубочайшей мыслью величайшего человека Давида, Давида, который был призван соединить духовный и материальный мир и как бы в себе, пропустив через свою душу, может быть, и первозданный свет, и построив храм для того, чтобы из него исходило благословение для всех. Пожалуйста, если есть что-то спросите, я готов попытаться ответить. У меня всегда возникает такое двойственное чувство. То ли я все хорошо так объяснил, что не осталось вопросов, то ли я всех запутал совершенно уже. А нахту пашут Беэлем. Беэлем. Да, прошу прощения, если можно, такой вопрос, не знаю, сколько уместно, конечно. Мы говорим, что этот Псалом приписывается Адаму, и его, в общем-то, наверное, в каком-то смысле уловил царь Давид. Вот в какой момент это произошло, можно сказать? В какой момент жизни царя Давида пришло к нему вот это вот ощущение? Трудно, трудно сказать, понимаете. Есть псалмы, которые приурочены к определенным событиям в жизни царя Давида. А другое можно, там, где у нас нет информации, можно только представить себе. Знаете, да, вот сидит Давид, или он не сидит, он просыпается ночью от того, что у него кинор над головой начинает звучать. И этот кинор сам пробуждает уже в нем какие-то неясные мысли. И он начинает думать, да, а в чем же благо для человека? И в чем же благо для человека? В том, чтобы приближаться ко Всевышнему. А почему же тогда Адам убежал? А как он вернулся ко Всевышнему? То есть это могло произойти как бы в любую ночь, когда он брал в руки кинор. Есть псалмы, то, что мы постараемся с вами разобрать, и на занятиях по книге Шмуэля, которые написаны в связи с бунтом Авшалома, с предателем Сома Хитофеля. Есть псалом, который написан, и мы с вами его смотрели, в связи с, так сказать, грехом, который он совершил, Давид Батчевы, если не вдаваться сейчас в подробности. Есть псалмы, которые привлечены к определенным событиям. Их немало. Но есть псалмы, которые мы не знаем, как и когда Давид подумал об этом, и когда он захотел передать эту мысль нам. И, естественно, что он, Давид, размышлял и над сущностью субботы. Но он пришел к такому, условно говоря, как я могу себе представить, пришел к такому мировосприятию Адама, убегающего и возвращающегося ко Всевышнему. Хорошо. Да, спасибо. У меня... Сейчас, секунду, у нас есть в чате. Вот, в чате. У меня глубочайшие впечатления от сегодняшнего урока просто нет слов. Это, Евгений, я очень благодарен вам, как бы, скажем, не лично, я даже не знаю, как сказать. Мне очень радостно за царя Давида, за нашу традицию, за то, что она начинает жить, она начинает говорить, понимаете. И все переплетается вместе. И метраж, и талант, и текст псалма. Так что мне очень радостно, что есть вот такая реакция. Хорошо. И, безусловно, конечно, очень хочется, да, скажем, чтобы мы делали как-то для себя какие-то выводы конкретные. Но глубокий. Глубокий. Каждый как бы сам пропускал через себя этот текст и понимал что-то для себя, то, что для него будет очень важно в жизни в дальнейшем. Хорошо. Ладно. Если нету конкретных вопросов, всем спасибо за внимание, за совместную духовную работу, за совместное духовное творчество. И я с нетерпением жду следующей встречи с вами. Мы тогда обсудим, когда ее сделать, и сообщим. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Окей. Всем счастливо. Пока. Спасибо. Пока-пока. Счастливо. Всем приют и счастливо. Пока. Шалом. Пока-пока.